Всем привет! В этом видео я поделюсь своим опытом, как можно летать на квадрокоптере DJI Mavic 2 Pro долго. Что значит долго? Это если у вас в течение дня есть необходимость летать при помощи нескольких батарей. Например, у меня есть 5 батарей всего. Но самая главная проблема это в том, что пульт квадрокоптера рассчитан примерно на 4 полных заряда аккумулятора для квадрокоптера. То есть по истечении 4 сессии на батарейках вам нужно будет заряжать пульт, который заряжается в течение примерно 1 часа. Я решил эту проблему следующим образом. Я вот тут выложил все, что у меня необходимо для этого. Я использую Powerbank. Но прежде чем показать, как я использую его, хочу рассказать предыстории. Стандартный кабель, который подключается к смартфону, он обычно служит недолго. Здесь вот есть такой вот изгиб, когда его вставлять вот как положено сюда, потом как-то сюда. Таким вот образом оно вставляется. И когда вставляете смартфон, то обычно перегибается в этом месте и кабель, короче, перестает работать. И у меня так уже однажды случилось. Я взлетел вроде бы нормально, потом начала пропадать связь. И, короче, все, что хотел снять, были красивые кадры. У меня не получилось. Эту проблему я решил следующим образом. Я использую для полетов смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Он достаточно большой, но он, кстати говоря, влазит в стандартное крепление без проблем. То есть вот так вот он вставляется. И вот так вот оно держится легко и просто. Но, опять же, обращу внимание, что разъемом для зарядки я вставляю его вот таким вот образом. И на пульте обращаю внимание, что есть вот такой вот USB разъем стандартный. Я делаю вот так вот. Вставляю стандартный USB. USB я выбрал достаточно качественный. У меня есть от GoPro. Отставляю его сюда. Вот таким вот образом. Еще одна, как бы, такая проблема возникает. Почему даже не хватает и на 4 батарейки? Потому что во время работы приложения пульт передает зарядку на смартфон. И на смартфонах компании Apple эта проблема решается, отключается. На Android это никак не отключается. И во время работы пульт отдает свою энергию на смартфон. Тем более смартфон большой и это все разряжается. Вот так я подключаю. И потом я беру Powerbank. Powerbank на 10 000 мАч. Немножко, конечно, по-колхозному. Но если выбрать достаточно большой длинный кабель, вставляю в зарядку. И таким вот образом вставлю Powerbank в карман. И прекрасно можно летать. Конечно, в проводах. Немножко по-колхозному. Но зато я могу летать. На вот этом Powerbank я отлетал примерно 15 батарей. Это, как бы, без проблем было. Пульт был заряжен примерно всегда на 80-70%. И даже хватило с утра до вечера у меня хватило на это энергии от Powerbank. Ну и еще, как бы, личный опыт в полетах. Я купил вот такое вот автомобильное зарядное устройство. И также у меня каждая батарейка пронумерована. И я летаю на них последовательно. Допустим, первая разрядилась. Я беру вторую. Меняю. И знаю, что первая у меня стоит на зарядке. Но так же самое есть один маленький нюанс, что автомобильное зарядное устройство заряжает аккумулятор, только когда напряжение в бордовой сети автомобиля больше, чем, по-моему, больше, чем 12,8. Где-то примерно нужно 13 вольт. То есть при выключенном двигателе обычно у меня лично зарядка не происходит. То есть нужно каким-то образом держать напряжение больше, чем 12,8 вольта. Ну так же попутно, пока видео записывается, я прикупил вот такое вот зарядное устройство для зарядки одновременно четырех батарей. Это зарядное устройство заряжает одновременно четыре аккумулятора. Плюс есть здесь разъем для зарядки. Можно заряжать гаджеты, например, смартфон или пульт. То есть фактически за один час я могу зарядить четыре аккумулятора. Но для этого нужно источник питания на 220 вольт. Я думаю, кому-то мое видео будет полезно. Если было полезно, ставьте палец вверх, оцените его. Кто не подписался, подписывайтесь. Будет еще много интересных видео. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok